Харби информация канала Дадо их мишлопус теклимедр. Военно-информационный канал Дадо 79 представляет. Я всех приветствую, Барю Гайрджан. Всех с добрым, прекрасным, солнечным арцахским утром. Не знаю, как в наши дни, но до 44-х дневной войны на территории Карабаха жил некий армянин по имени Андрей, называющий себя арцахским блогером 007. Он снимал на видео разные места и события, а после демонстрировал в соцсетях. На одном из видео, снятых в мае, он показывает свой сад и рассказывает о пчелах. Блогер отмечает, что к нему в сад пролетают азербайджанские пчелы, которые воруют арцахский мед. По его словам, местных, то есть карабахских пчел, он хорошо отличает от азербайджанских. Мол, азербайджанские пчелы с виду неопрятные, похожи на гагаши. Поэтому он убивает этих пчел. На видео даже видно, что он убивает пару пчел. Я вот тут смотрю, вот видите, наши арцахские пчелы опыляют. Я их сразу узнаю, наших арцахских пчел, они такие, да, симпатичные, красивые. Но здесь, да, граница недалеко, и иной раз бывает, иной раз, да, раз смотришь из соседней территории, из Азербайджана, да, сюда их пчелы залетают воровать наш мед. Понимаете? И мы это дело пересекаем. Потому что, скажите, как я их узнаю, да, они такие, да, неприятные такие, да, вот на гайдаши похожи, вот на голове так волосы, как вот кепка аэродром бывает. Сразу я их отличаю, сразу. Пчелы занимают особое место в мировых религиях. Шестнадцатая сюра священного Корана названа нахль, что в переводе с арабского означает «пчела». Особое место занимает пчела и в христианстве. В этой религии, благодаря своему трудолюбию, пчела является символом деятельности, прилежания, трудолюбия, порядка и религиозного красноречия. В Библии пчела указана как атрибут пророков. Пчела – имя пророчицы Деворы. Христиане часто сравнивают себя с пчелами. А ее изображение появляется уже в раннехристианском искусстве катакомб, где изображенная на могильном камне пчела служит символом бессмертия, воскрешения, второго пришествия Христа. Позднее пчелиные мед и жала выступают символами благодати и страданий Христа, либо его кротости и страшного суда соответственно. И вот вам картина вандализма. Арцахский блогер 007, чьи соплеменники позиционируют себя как представители страны, первой принявшей, на государственном уровне христианстве убивает азербайджанских пчел. А вот негодяй. Смось-мось-мось-мось. Разве народ, считающий себя созидателем и хранителем древней цивилизации, уходя из оккупированных территорий, может позволить себя сжигать ульи пчел, травить скот, вырубать и сжигать леса, только бы они не достались азербайджанцам. Вот оно, истинное лицо армянского фашизма. И в конце напомним, что после 44-х дневной войны уничтожен в пух и прах никем не признанный, республика Арцах или Арцох. Больше такой республики на территории Азербайджана не существует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok